Добрый день дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале и решила поделиться с вами сегодня видео как посадить правильно тую в данном случае туя смарагд очень многие люди задавали мне вопрос когда лучше сажать хвойники весной или осенью вы знаете, можно сажать и весной и осенью но осень она более благоприятный аппарат для посадки хвойных растений и вообще растений по одной простой причине что если взять допустим наш регион близлежащие регионы у нас очень быстро начинается лето весна очень короткая и посадить растения нужно успеть до жары если мы не успеваем то есть земля еще не оттаяла сажать нельзя она оттаяла и начинается жара то растения, а хвойные в особенности они очень тяжело переносят этот момент нужно ставить различные экраны нужно следить чтобы не пересыхала земля для того чтобы растение прекрасно развивалось и пошло расти а вот осень благодатное время для посадки и опять же повторюсь в частности для хвойных почему? одна простая причина очень много влаги в земле идут дожди тепло нет жары и растения укореняются до конца ноября а корни растут у растений потом они уходят в спячку и если говорить о растениях которые мы приобретаем в контейнерах в горшках вот к примеру как у меня сморак а лучше лучше приобретать конечно растения с закрытой корневой то они вообще безболезненно принимают момент такой на новое место посадки и если правильно сделать самые простые элементарные мероприятия то будет прекрасная приживаемость стопроцентная и я сейчас вам это покажу значит я уже выкопала ямки как я уже показала вам туи у меня в горшках туя сморак немножко о ней эта туя в отличии от всех других туи они все красивые да то есть я не буду говорить что она самая красивая но тем не менее один большой плюс у нее есть по сравнению с другими туями она не коричневее то есть если взять другие сорта туи они приобретают такой ржаво-золотистый ржаво-коричневый оттенок в осень в зиму а вот туя сморак она вечно зеленая она всегда всю зиму будет стоять вот такая вот красавица неприхотливая достаточно быстро растет достигает высоту 2,5-3 метра не более и очень компактная очень аккуратная вот в данном случае я делаю из нее тут у себя живую изгородь чтобы долго думала на что поменять забор решила просто закрыть его и сделать живую изгородь из вот таких прекрасных растений я выкопала яму я приготовила землю да то есть вот здесь у меня земля которую я выкопала из ямы и земля специально я купила для свойных растений вот ее даже там видно да вот моя такая немножко светловатая не очень конечно чернозем у меня тут вот все это мы хорошо перемешиваем и сюда же в это ведро я добавлю удобрения у меня вот закончилась к сожалению к сегодняшнему дню вообще я для хвойных использую специальное комплексное удобрение для хвойных но все свои ели я подкармливала на этой неделе и оно закончилось вот у меня есть осеннее да то есть вот такое удобрение нужно использовать именно осенью мы ни в коем случае не используем азот да чтобы не простимулировать ненужный нам рост растения но мы должны его усилить в зиму и подкормить такими полезными микроэлементами как калий, фосфор ну и другие микроэлементы я не буду все перечислять все написано на удобрение вот оно называется специально осеннее и вот сюда в это ведро которым я буду засыпать посаженный сморакт я добавляю горсть ну или столовую ложку да вот так и хорошо все перемешиваю далее хорошо быть иметь при посадке вот такой препарат фитозонд он идет для укоренения хвойных растений специально если его нет да и может быть специально искать не надо то обязательно нужно использовать корневин то есть при посадке всегда рекомендую всем чтобы вы не сажали используйте корневин растения быстрее укореняются больше у них сильнее иммунитет и они прекрасно быстрее идут в рост я не буду сейчас сыпать корневин то есть я вам объясняю значит как корневин распаковываем пакетик мы достаем аккуратно тую быстро так не получается она уже проросла ножки аккуратно снимаем смотрите какой шикарный здесь да уже какая шикарная корневая система и корневином мы посыпаем как мукой да присыпали и опускаем в ямку я не делаю это сейчас только потому что я буду использовать именно фитозонд он растворяется в воде то есть я растворю его в воде и полью уже растение после того как я его прикопаю я опустила приготовленную ямку делаем ну сантиметров на 10 больше чем сам ком земли и вот именно засыпаем смешанной землей друзья почему важно смешивать нельзя засыпать абсолютно новой землей которую вы купили потому что растение прекрасно пойдет расти но как только оно дойдет до границы где уже начинается ваша почва оно встанет штопор скажет что это такое происходит и замедлится в росте поэтому мы обязательно мешаем свою родную землю с землей для хвойников хорошо привести бы хвойный опад если есть такая возможность заехать в лес и верхний слой перегнившей хвои тоже добавить в эту ямку это будет благоприятно для смарагта ну если нет значит будем сажать так у меня сегодня нет обычно я тоже заезжаю но как-то у меня сегодня экспромтом получилась посадка и собственно говоря экспромтом я думаю дай-ка я запишу для вас видео как посадить правильно хвойник итак я опустила у меня получился ком земли в розе и засыпаем приготовленной земелькой если земля сухая у нас просто дождиши земля очень влажная я не наливаю воды если у вас допустим ситуация когда вы сажаете и давно не было дождей и земля сухая то сначала нужно полить в ямку нужно налить воды потом мы ставим опускаем туда саженец наш и присыпаем землей и потом еще раз поливаем когда мы посадили и немножко присыпали нужно выровнять его и аккуратно берем вот так за столик и вот так ногой придавливаем то есть если нам нужно сюда чуть-чуть подвинуть мы придавливаем ножкой и выпрямляем в эту сторону корневую систему и потом далее мы засыпаем после того как мы присыпали нужно очень хорошо все утрамбовать чтобы полностью заполнились все отверстия чтобы не было никаких у нас никакого скопления воздуха вокруг корневой системы очень хорошо уплотнили и когда поймем еще раз хорошо надо будет уплотнить смысл в чем уплотнение нам нужно выгнать воздух ну во-первых водонаполненным должно растение уйти в зиму удобрения должны раствориться и плюс ко всему нам нужно выгнать воздух потому что пузырики воздуха оставшиеся возле корневой системы тогда когда начнутся морозы они превратятся в лед а это не есть хорошо для корневой системы поэтому очень хорошо оттрамбуем и сейчас поливаем я развела укоренитель в воде и теперь хорошо поливаем как минимум ядро можно и больше дать сейчас впитаться немного ну и теперь встает логический вопрос нужно ли укрывать что касается укрытия друзья надо выбирать растение конечно желательно но не всегда это можно угадать тем более если вы берете в больших гипермаркетах куда привозят в общем-то и голландские саженцы и саженцы из Польши но лучше брать адаптированные к погодным условиям вашего края вашего города где вы живете и опять же повторюсь с закрытой корневой системой я укрывать не буду я никогда этого не делаю у меня очень много хвойников и я этого не делаю по одной простой причине сейчас и такие мешочки специальные продаются и уже стали делать такие симпатяшные с мордашками чтобы как бы весело было зимой вот но что я хочу вам сказать когда растение накрыто спонбондом или лутросилом толстым весной нужно поймать время нужно поймать время когда его надо быстро снять потому что начинает припекать солнце и под этой защитой под этим колпаком начинается просто баня и хвоя начинает гореть и когда вы приезжаете на свой участок на дачу вы снимаете эту защиту и обнаруживаете что у вас под ней желтого цвета туя и потом она облетает и зачастую она в общем-то погибает трудно ее вытянуть из этого состояния поэтому если конечно это не северные регионы я живу в средней полосе России это Волгоград я не укрываю никаких накидок на них не делаю что я делаю вот сейчас посадка это так для всех растений я набираю сухие листья ореха грецкого они чистые они не болеют они не содержат в себе спор различных заболеваний другими листьями нельзя то есть все листья с плотовых деревьев лучше сжигать или вывозить с участка потому что сейчас очень много развелось всевозможных заболеваний если вы будете прикрывать хвойники к примеру листвой на которых есть черная пятнистость то в общем-то в принципе весной это все может эти споры они могут пробудиться на вашем хвойнике только листья ореха либо дуба то есть если есть рядом лес можно набрать сухой дубовой листвы тоже прекрасное укрытие хорошо сохраняет тепло и обеззараживает вот этим я прикрываю землю вокруг предпольного круга вот таким образом здесь будет тепло выпадет снег и будет снежная подушка и что еще я делаю мы берем шпагат лучше потоньше потолще такой есть натуральный сейчас у меня мы берем шпагат и я сейчас ее просто свяжу не сильно я притяну вот эти веточки к стволику почему потому что когда начнется снег в особенности у нас часто бывает так что снег идет мокрый он задерживается вот на этих веточках и он их как бы оттягивает вниз и весной когда все тает туя стоит такая вот в разные стороны некрасивая выпрямить очень сложно и лучше вот именно вот так начинаем это делать снизу и потом пошли вокруг круговую именно чтобы у нас прижимались веточки вот таким вот возможно конечно в северных регионах подмосковье питер да то есть там там бывают большие морозы в зимнее время и если саженцы маленькие можно поставить чехольчики только снимите их вовремя успейте снять до того как да или нужно зимой это уже ранняя весна начинает прогревать солнце приедьте и отодвиньте да чтобы туда поступал воздух либо макушку срежьте у этого чтобы туда поступал воздух чтобы ваши растения не сгорели ну в общем вот таким образом вот такая симпатичная получается у нас пирамидка и теперь нам уже снег не страшен ранней весной я приеду я и зимой приезжаю сюда и разрежу ее вот так и завязываем здесь узелок вот такая пирамидка у нас получилась вот так то и прекрасно перезимует с таким укрытием и с такой подвязкой на сегодня друзья у меня все а я желаю вам всего самого лучшего я желаю вам цветущих садов прекрасного настроения крепкого здоровья и жду вас снова в гости если понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и приходите я всегда вам рада с вами была Мария пока до новых встреч до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok